Всем здарова, с вами Эдвим, вы на канале Мысля Гимитса. Сегодня в этом ролике я вам объясню, как установить MetaMask кошелек и где. В описании вставлю вам ссылку на их сайт, но есть еще второй случай, например, как в поисковике ввести. Пишем обычными словами MetaMask, можете на русском, можете на английском. Нажимаем найти, вас перекидывают сюда, нажимаете на первую ссылочку и вас перекидывает на сайт. Дальше, объясню все очень просто, чтобы вам было понятно. Есть две кнопки, вот такие синие, downtown for browser и downtown здесь. Одно и то же, можете нажать на любую. Нажимаете дальше install MetaMask в ваш браузер, то есть скачать MetaMask в ваш браузер. Дальше нажимаете get, скачать, добавить расширение. Ждем, вас должно перекинуть на вкладку создания вашего кошелька. Вот нас перекидывает. Привет, добро пожаловать в MetaMask. Поехали. Начало работы. Подтверждаем все условия с MetaMask. И одно из главных вещей находится перед экраном. Объясняю. В правой части это создать кошелек MetaMask. Если вы не пользовались, только новый пользователь, то вот здесь вот он можно создать. Если вы уже пользовались MetaMask кошельком и хотите его восстановить, слева от вас импорт кошелька. В данном случае мы хотим создать, нажимаем создать кошелек. Придумаем восьмизначный пароль. Можно и больше. Можете большой пароль написать. Можете, например, только из-за восьми знаков. На ваше усмотрение. Вот, например, я ввожу какой-нибудь пароль. Все. Объясняю. Прежде чем, ребята, вы нажмете «Я прочитал» и кнопку «Создать», возьмите блокнот, листок, неважно. Самое главное то, что у вас будет под рукой. Например, листочек берем. Пишите большими буквами MetaMask, чтобы было потом понятно. Черточка пароля. Записывайте его в свой пароль. Записали. Поехали дальше. Только вот с этого момента поехали дальше. Потому что, если вы ничего не запишите, вы фиг потом восстановите. Это я вас просто предупреждаю на будущее. Нажимаем «Создать». Здесь объясняется, как защитить свой кошелек, как он работает. В принципе, то, что объясняю вам, только по-простому. Ну, если хотите, можете посмотреть там всего минута и 35 секунд. Теперь переходим к следующему важному этапу. Секретная фраза. Что такое секретная фраза? Это те слова, которые помогут вам восстановить ваш кошелек. Например, ВКонтакте вы можете восстановить через почту, но в криптовалюте такого нет. Точнее, в MetaMask такого нет. Здесь вам даются эти секретные фразы, и вы их должны будете записать. Не будет секретных фраз, не будет вашего MetaMask кошелька. Дальше. Прежде чем вы открываете вот эту вот секретную, ну, разблокируете замочек, там откроются секретные фразы. Никому не рассказывайте, не показывайте, не хвастайтесь этими секретными фразами. Вообще, чтобы лишним глаз не было. Ни друзьям, никому вообще не показывайте. Это ваши секретные фразы. Если их кто-то увидит, запишет, то потом ваш кошелек будет взломан. И не огорчайтесь, это ваша была ошибка. Я вас предупреждаю никому не показывать. Вот. Я эти вам фразы покажу, потому что этим кошельком я пользоваться не буду, который я сейчас создаю. У меня уже есть созданный мой кошелек. Просто объясняю, как их записать и сохранить. Смотрите. Нажимаем на кнопку замка. Открываются наши кодовые фразы. Ой, секретные фразы. Смотрим. Первое слово – это первое слово. Второе слово – поочередно второе слово. Третье, четвертое. И так вы должны сделать на вашем блокноте или листочке. Пишите первое, цифра один. Какое у нас слово, например? Респоунс. Записываем цифра один, у меня идет респоунс. Второе слово – записываю в верб. И так 12 слов. Как только вы их записали, идем дальше. Но, кстати, еще посоветую, ребята, не фоткайте на ваши телефоны такие вещи. Возможно, друг будет у вас плохой, захочет узнать, что у вас есть метамаск-кошелек. Такой, а, может, он фоткал эти пароли. Зайдет, например, бац, а тут фотка ваших секретных слов. Метамаск опять же взломан. Поэтому лучше блокнот под рукой взяли, там, записали или воспользовались только лучше листочки. Если есть вообще какие-нибудь капсулы. Вот для безопасности есть капсулы, в которых вы можете записать свои секретные фразы. Это очень даже безопасно, очень безопасно. Но если такого возможности, такой возможности нету, то возьмите листок, запишите. Сто раз вам скажу, чтобы вы запомнили. Так, например, я сейчас сфоткаю свои фразы, потому что этим аккаунтом, повторяю, пользоваться я не буду. В вашем случае они у вас записаны на листочке. Поехали дальше. Далее. Теперь проверяют нас, как мы записали эти секретные фразы, правильно или неправильно. Все, вы смотрите на листок свой. Я сейчас смотрю на телефон и начинаю поочередно писать слова. Первое слово у меня response. Второе слово verb. И вот так вот вы смотрите и вставляете слова. Если что-то правильно не будет, вам напишут, что неправильно. Посмотрите очередное слово заново. Так, сейчас я ввожу. Поочередно каждое слово. Mass. Kinder. Draft. И вот это. Нажимаем подтвердить. Да, я ввел все правильно. Я молодец. Поздравляю, вы создали свой метамаск-кошелек. Записали все пароли. Ну, в общем, красавчик. Дальше. Что о себе представляет метамаск? Как им вообще пользоваться? Есть два варианта. Вы можете пользоваться вот в такой вот вкладке. То есть, то бишь на сайте. Но, если вы, например, находитесь... Возьмем, например, вот эту вкладку. Вы что-то там ищете. Так, 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 так. И вам нужно резко воспользоваться метамаском. Ну, чтобы по сто раз не заходить вот так на метамаск, не писать, да. Советую вам что сделать. В правом верхнем углу мы добавляли наш метамаск в разрешение. А, расширение, точнее, не разрешение, а расширение. Мы его открываем. И теперь в быстром доступе у нас есть наш метамаск. Нажимаем, чуть-чуть подождем. И открывается мини-вкладка. Это очень удобно. Это добавляет к скорости вашей работы с вашим кошельком метамаск. Теперь вкратце объясню, что есть в кошельке, да. Ну, давайте побольше открою, чтобы было видно. Самые главные вещи. Сеть. Сеть, на которой вы будете проводить транзакции перевода кому-то или перевода вам, да. А про это я сделаю отдельное видео, как поменять сеть, например. Если вам нужна другая сеть, вам ее нужно поменять. Это будет в отдельном видосе. Там другая история. Самое главное, ваш аккаунт находится здесь. Вы его можете заблокировать. Если, например, создали случайно там или он вам не нужен, можете, если что, заблокировать и удалить. Также вы можете создать еще один счет. Если вам вдруг понадобится создать, то вот, можете создать еще один счет. Если вы хотите импортировать, такие, например, у вас есть пароль от вашего метамаска старого, да, и вы хотите импортировать, то тоже здесь эта функция присутствует. Импортировать счет. То есть, в основном, свой старый метамаск кошелек, ну, или друга какого-нибудь. Подключить аппаратный кошелек, это относится к ладжеру, к трезеру. Это тоже другая история совсем. Я делал обзор на холодные кошельки. Можете посмотреть, что это такое вообще. Метамаск, если что, является горячим кошельком, потому что он работает в интернете. Холодные кошельки не работают в интернете. Вот. Просто так вам к слову объясню. Есть поддержка. По любым вопросам можете написать сюда, спросить там, поинтересоваться. Также есть настройки. В том случае, если вы каким-то случайным образом потеряли 12 слов во время создания метамаск кошелька, вы можете спокойно зайти в безопасность, в раздел «Безопасность» и показать секретную фразу для восстановления. Но для этого вам нужно ввести пароль. Пишем ваш пароль. Он у вас должен быть, еще раз повторюсь, записан, чтобы потом даже посмотреть те же 12 слов, если вдруг вы его не записали. Вот ваши 12 слов. Так что не бойтесь, если вы тут забыли эти 12 слов в случае, но вы создали метамаск кошелек и не знаете, как их получить. Вот. «Безопасность» есть эта функция. Посмотрите еще раз. Даже вас, если что, тут предупреждают. Не сообщайте никому эту фразу. Эти слова можно использовать для кражи всех ваших счетов. Даже метамаск вас об этом предупредил. И я предупреждаю. Потому что это реально серьезная вещь. Хорошо. Выбираем наш аккаунт. Закрываем настройки. Дальше. Как переводить кому-то или кто вам может переводить вообще в принципе. Здесь у вас есть ваш аккаунт. Вот он находится здесь и вот тут. Смотрите. Здесь есть буфер обмена. По-другому адресная строка для того, чтобы перевести или получить что-либо. Например, возьмем банковскую карту. Карточка. У вас есть номер вашей карты. Человек поет номер вашей карты. Сумма. Перевод. Такая же система здесь. Только здесь буковки, циферки, символы. Вот. Нажимаете скопировать. И, например, если вы хотите кому-то отправить, то даете эту адресную строку. Ну, например, вы мне хотите отправить какую-то монетку или же NFT. Вот моя адресная строка. Ну, это не моя, конечно, но в принципе просто объясняю. Выбираете адресную строку. Вставляете, например, вот кнопку отправить. Вставляете ее и отправляете то, что вы хотите. Дальше здесь есть обмен ваших монет. То есть, если у вас здесь будет две монеты. Например, мана. Вот две монеты. Вот у меня тут две монеты. Например, здесь доллар. Я хочу этот доллар конъектировать в ману. И, кстати, как добавить эту монету, если что, вам тоже объясню. Например, вам нужно добавить монету мана. Вы нажимаете импорт токенов. Вот. Сюда пишите название вашей монеты. Я написал мана. Нажимаете. Например, давайте добавим. Далее. Импортировать токен. И у вас он импортируется на ваш счет. Вашего аккаунта. То есть, у нас уже каких-то три монеты есть. Например, мана, децентралэнд и эфириум. Вот. Также можно купить. Активности. Что вы делали. Какие транзакции переводили. Да и, в принципе, все. Вы создали Metamask кошелек. Поздравляю. Теперь вы можете пользоваться. И он вам в дальнейшем понадобится. Так что на этом все. Ссылочка на мой телеграм есть в описании. Там есть более подробное всякие обучения. Сколько я заработал. Как создать Metamask. Тот же кошелек. Ну и так далее. Так что всем удачи, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.